Самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных в мире. Он проснулся в 1983 году. Извержение, которое началось 7 месяцев назад, стало 62-м по счету. В конце апреля обрушилось дно кратера, и лавовое озеро ушло под землю. Позднее лаву прорвало наружу примерно в 20 километрах от вулкана в поселении под названием Лейлани. В течение месяца один за другим здесь открылись 24 вулканических разлома. Фонтаны из горячей красной лавы достигали 90 метров в высоту. На своем пути к океану, двигаясь со средней скоростью в 30 километров в час, лава уничтожила более 700 домов. 2000 жителей были эвакуированы. Среди них Хершл Худ. Он покинул свой дом в Ланни-Пуна-Гарден в начале мая. Сюда, в местную церковь, они с женой приходили каждое утро. Смотрели на фонтанирующую вдали лаву и молились, чтобы она обошла их дом стороной. Мы прожили там 13 лет. Я своими руками построил два дома. Это было самое прекрасное место на Земле. Маленький кусочек рая. Меньше 4 километров от океана. Можно было легко доехать до него на велосипеде. У нас был сад-огород, где мы выращивали все свое. Питаю цитрусы, пять сортов бананов. Здесь все растет невероятно хорошо, благодаря влажному климату, солнцу и вулканической почве. Через 12 дней очередной разлом образовался прямо во дворе их дома. Уцелело только то, что они смогли вывезти при эвакуации. Обе машины и пять сумок с одеждой и документами. Дом Тима Лойда в нескольких километрах от дома Хершела. Лава пощадила его, но отрезала от цивилизации вместе с когда-то популярным пляжем. Дорогу к нему еще не проложили, и мы с Тимом отправились в пешее путешествие. Около часа ушло на то, чтобы перебраться через застывшую, но очень острую и местами все еще горячую лаву. Первая остановка на пляже, площадь которого после извержения значительно увеличилась. Тим говорит, что раньше вода доходила до этих деревьев. Дальше по знаменитой когда-то, а сегодня заброшенной дороге, по краям которой растет манго, мы добираемся до дома Тима. Он вздыхает с облегчением. Все на месте, дом в порядке. Мы живем на активном вулкане. Это самое красивое и одновременно самое опасное место на земле. И мы это осознаем только тогда, когда что-то случается. Здесь все нестабильно. И богиня Пелли делает то, что пожелает. Местные жители, дома которых, как они говорят, съела лава, несмотря на потери и стресс, покидать остров не собираются. Получив по 35 тысяч долларов компенсации от федерального правительства, многие приобрели участки и решили строить новые дома. Философское отношение к жизни, присущее гавайцам, базируется на вере в богиню вулканической лавы Пелли, которая почитается в гавайской культуре как создательница острова. Евгения Дюло. Настоящее время Америка. Большой остров Гавайи. Америка.